Как отметил главный тренер команды «Металлург» Валерий Нефантьев, на протяжении 10 лет игры с «Колосом» были самыми сложными для видновчан. Команда из Ставропольского края также претендует на лидерские позиции. Кубок России в этом году мы выиграли в финале у «Колоса». Они, конечно, захотят взять реванш. После этого еще будет три игры с «Колосом». В принципе, это экватор сезона 2022 года. Игра – это равная игра равных соперников. Настрой на игру у спортсменов был по-настоящему боевой. Тем более, к этому матчу обе команды подошли без поражений. Мотобольные игры с этой командой являются украшением чемпионата России. Сегодняшняя игра не стала исключением. Я считаю, что все зрители, которые пришли сегодня на матч, получили истинное наслаждение. Скорость, жесткая борьба, красивая комбинация, обилие ударов, бескомпромиссная борьба. «Металлург» с первых минут встречи не давал гостям расслабиться. Игра была довольно жесткой. Мотоболисты обеих команд показали великолепное мастерство владения мячом. Самый тяжелый матч, конечно, с «Колосом». У нас еще с ними четыре игры. Будет одна рамка в чемпионате и три финальных турнира. Первую игру мы выиграли, 3-1. И до этого на кубке две выиграли. Но все сложные игры были. Достойный соперник. Игра шла на равных. У «Колоса» было достаточно моментов. Но реализовать удалось только один. Один из игроков нашей команды, по-моему, Антон Гусев, он там воткнулся в кого-то из игроков «Колоса» на центре. У нас получилось небольшое меньшинство в защите. И Сергей Крошка выезжал по центру. У него там было, в принципе, две возможности. Он мог, в принципе, развернуться ударить, а мог дать пас, что-то с паса пробили. Дал пас. И игру команды «Колоса» с Артемием Перека в противоохот не ударил. Ну, это гол не вратарский. То есть это было хорошее исполнение. Матч закончился победой видновского «Металлурга» со счетом 3-1. Авторами забитых мячей стали Антон Гусев и Иван Крештопа. Команда в целом хорошо сыграла. Забили заготовок некоторые голы. Все справились. Были там две ошибки. Вот с одной ошибки они использовали момент. Забили нам. Приехали. Настрой осталось на поле. Приехали. Разыграли. Следующая домашняя игра «Металлурга» состоится 7 августа. Соперниками видновчан станет команда «Комета» из станицы Кущевская. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok